Хочу вас поздравить с очень эффективным председательством. Особенно я знаю, насколько вы были заинтересованы и активно работали с Сингапуром по заключению с ними договора. Честно говоря, когда мне доложили о том, что мы должны проработать вопрос заключения зоны свободной торговли с Сингапуром, я сказал, ориентируйтесь на Николу Пашинян, ориентируйтесь на Армению, потому что экономики наши похожи, и не думаю, что Армения там что-то для себя будет делать плохо, поэтому мы ориентировались на ваши разработки, наработки, хотя, конечно, тоже анализировали ситуацию. Откровенно говоря, Сингапур должен благодарен быть прежде всего Армении за такое соглашение, но должен отметить, что соглашение это на пользу всем государствам. В противном случае никто бы не рассматривал его. Во-вторых, я внимательно слежу со ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне к беларусам всегда хорошо относились. История очень похожа, люди очень похожи, и мы, конечно, заинтересованы в выстраивании этих отношений. У нас сегодня небольшой, исходя из нашего потенциала, как вы только что отметили, товарооборот, но представьте, его уже не было вообще. И сегодня 140% уроста товарооборота. Это очень хорошие темпы, и я вам должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси. Если вам интересен наше предприятие, мы к вам будем приезжать, будем создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, что вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Вы знаете, мы будем, если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, я, к примеру, не дай Бог, мы все равно жестко будем настаивать на том, чтобы мы были очень близкими, дружественными, государственными. И мы должны знать о том, что мы всегда готовы подставить Армению плечо. Всегда. Ну, так сложилось, что у меня, вы очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану. Мы готовы работать в интересах Армении. Поверьте, это такие отношения. Я затронул такую тему, не дипломатично, может, мне не стоило ее затрагивать, но я не хочу, чтобы между нами были какие-то недомолки. Вы знаете, что мы всегда хорошо будем к вам относиться, как к родным, как к братьям. Хочу подчеркнуть, что вот вы говорили о договоре с Сингапуром, я хочу подчеркнуть, что это действительно, честно, это плод командной работы, потому что все страны Евразийского экономического союза, все правительства и Евразийская экономическая комиссия очень интенсивно работали над документом, потому что это не только Армения и правительство Армении работают. Я хочу выразить благодарность за сотрудничество. Что касается приматы, мы договорились уже давно, что я ценю, это очень открытый стиль, и мы так и всегда общаемся, и я думаю, что это очень важно, чтобы у нас в отношениях не было темных углов, и мы всегда открыто все вопросы обсуждаем. Что касается, да, вы знаете, что, к сожалению, у нас с Азербайджаном довольно-таки непростые отношения, прямо скажем, конфликтные отношения, и мы этот вопрос обсуждали и в рамках ОДКБ, и, конечно, каждое государство должно считаться собственными интересами, но я хочу подчеркнуть, как и мы говорили об этом, у нас есть еще и коллективные интересы, и я очень рад, что мы способны вместе работать и обсуждать все нюансы, чтобы прийти к единому мнению, и, конечно, не все вопросы простые нам, и вообще заниматься тем делом, которым мы занимаемся, это непростое дело. Я уверен, что у нас есть достаточно мудрости, достаточно храбрости, и достаточно воли, что все вопросы решить, и решить так, что дружба и братство между нашими народами, между нашими странами развивалось, и стало все теплее и теплее, я в этом уверен.